Новый год для Бреста начнется с нового мероприятия, которое, по мнению его организаторов, должно стать хорошей ежегодной традицией. Фестиваль «Берестейские сани» откроет большую календарную программу и бесспорно удивит горожан и гостей областного центра. Об этом говорили его организаторы на пресс-конференции. Идея праздника была предложена губернатором Брестской области Юрием Витальевичем Шулейко. Значит, нами сейчас активно эта идея притворяется в жизнь, получает свою реализацию. Соответственно, мы имеем уже круг участников, достаточно большой, более 70 предприятий и организаций уже изъявили желание поучаствовать в ярмарке. Значит, широкий круг участников также мы привлекаем к культурной программе. Большое количество сюрпризов ожидает гостей праздника во все дни его проведения. Кстати, уже изготовлен и символ фестиваля – необычные сани, которым не страшны катаклизмы небесной канцелярии. Поехать они смогут даже в бесснежную погоду. Причем, во время парада вести упряжку будет настоящая лошадь – породистый скакун по кличке Мачо. Сделать памятные снимки с санями можно будет после парада, 8 января, возле сцены, где, к слову, пройдет еще одно необычное мероприятие – валенки шоу, подготовка к которому в самом разгаре. Он уже проводится, то есть весь декабрь будут школы и другие учреждения школьного и внешкольного образования готовить номера, то есть соревноваться между собой. А мы 8 числа увидим уже победителей, то есть планируем где-то 10-15 номеров мы представим на этой сцене. Большое количество артистов соберется на фестивале «Берестейские сани». Так на сцене на набережной выступит известная народная российская певица Надежда Бабкина. Будут на Брестской сцене и белорусские артисты, в том числе и те, кто никогда не представлял свое творчество в Бресте. Дополнять музыкальную программу будут многочисленные зоны отдыха и торговые павильоны. Нельзя разделить фестиваль на две части – торговую и культурную. Оно будет все совместно и будет очень интересно. Могу сказать, что что касается культурной части, у нас будет десятки тысяч артистов принимать в нашем празднике. Это будут и наши самодеятельные артисты, артисты с Бреста, артисты с Брестского региона и артисты со всей Беларуси. Так у нас впервые, допустим, выступит, никогда еще к нам не приезжал коллектив из Могилева – это Jazz City Band. А еще в программе фестиваль зимнего плавания, заявки от желающих еще принимают, благотворительная акция от сотрудников Белорусского общества Красного Креста, фотозоны, конкурсы, викторины, фейерверк. Широко будут представлены торговые площадки. По мнению организаторов, фестиваль обязательно понравится берестейцам и станет хорошей местной традицией.